День воскресный, день чудесный, а я к вам спешу с новым невыдуманным жизненным сюжетом. Абсолютно каждому воскресному выпуску я стараюсь подбирать что-то новенькое и не повторяться. Так вот сегодня я вас познакомлю с молодыми ребятами, которые из Орловской области поступают в Москву и приезжают получать высшее образование. А вот что происходило дальше, пусть в деталях расскажут о них. Этот ролик будет полезен как людям постарше посмотреть, вспомнить свою молодость, послушать как сегодня рассуждает молодежь и тем, кто помладше. Ведь чужой опыт можно получить, просматривая полезные сюжеты. Как мне кажется, выпуск получился с очень глубоким смыслом, будет что обсудить в комментариях, но сперва нужно его посмотреть, а потом уже написать ваше мнение. Приятного просмотра, мы начинаем прямо сейчас. Всем привет, меня зовут Саша и я главный герой этого выпуска. Сань, ты парень молодой, жена у тебя тоже молодая, поэтому в этом-то сюжет наш и будет иметь свою изюминку. Давай по порядку, из какого ты города, из какого она города и когда вы переехали в Москву и зачем? Мы оба из Орловской области, но из разных городов. Я из города Ливны, она из города Мценск. Переехали мы сюда в 2015 году, закончив школу, поступили, так сказать, получать высшее образование. Мы поступили, оказалось так, что мы оказались в одном институте, в одной группе, там мы как бы и познакомились. Начинается обучение, учитесь и потом происходит интересный момент. Вас выпердывают, так сказать, из института. Причина какая, почему вас отчислили? Какая неуспеваемость? Потому что забили, как-то стало неинтересно, как-то поняли, что это не то, к чему мы вообще хотим стремиться в этой жизни. Ну как-то вот плюс там преподаватели, какое-то вот это отношение непонятное. Короче, было неинтересно учиться. Ну да. А на кого вы поступили? Какая у вас должна была быть специальность? На инженера. Электроника и наноэлектроника направления. То есть и в дальнейшем мы бы либо проектировали микросхемы, либо направление было подсветка домов, короче. Знаешь, вот эти вот сталинки, все вот это подсветит, разрабатывать инженерную составляющую вот этих домов. Ну здорово. Слушай, ну вот по прошествии восьми лет. Почему восьми? Это ты тогда поступал только в институт, жена твоя поступала. Ты не считаешь, что ты ошибся с выбором профессии? Что нужно было что-нибудь другое посмотреть? Или в целом профессия это хорошая? И да, и нет. Но опять же тут играла роль родители. То есть родители наседали, мама такая, мама высшее образование, она инженером, работает на заводе. И вот у нее было вот это понимание, что надо высшее образование, тогда ты достигнешь чего-то в жизни. То есть из-за этого она давила, и надо было поступать куда-то на высшее... Ну а ты считаешь, что вышка не нужна была? Ну в какие-то моменты иногда думаю, что лучше бы пошел в ПТУ, там на какой-то сварщика бы отучился. И вот иногда интересна работа руками, и оно у меня не получается, потому что нету никакого не образования, никакого нигде, ну не пробовал это. А так бы возможно, возможно бы вот эти упущенные годы, допустим, ты после 9-го пошел, отучился на сварщика, и ты начинаешь идти, идти, развиваться, развиваться, развиваться. И допустим, к тем же 25 годам сварщики могут зарабатывать там 400, 500. Ну да, хороший сварщик, который развивается, он может зарабатывать большие деньги как бы. Сань, ну ты, так сказать, недолго мучился на этой учебе, в 15-м году ты поступаешь, в 16-м году ты уже, так сказать, отлетаешь в КПК-1 в отпуск сначала, а потом дальше. Ну вот расскажи, смотри, ты парень молодой, приезжаешь, сначала ты, я так подозреваю, живешь в общежитии. Нет, я жил, я не попал на, короче, по баллам ЕГЭ, я не прошел на общежитие. Вот жена, она прошла на общежитие, она жила в общежитии. А я снимал, как бы родители снимали половину комнаты в Алтуфьево напополам, короче, то есть я жил и жил еще один дядька, короче. Именно дядька, не молодой? Именно дядька, ему там 40 плюс, наверное, было. Нормально. Вот, с нами еще жили хозяева, им типа 70 плюс, наверное, вот где-то в таком. И была еще одна комната, в которой жили какие-то дальнобойщики, которые, они там один ночуют, ну короче, их вообще не было видно. То есть, ну они как бы там жили тоже, проживали эти дальнобойщики. Слушай, ну и как? Вот в целом отзыв о такой жизни. Комфортно, некомфортно, быстро привыкаешь? Был бы сосед нормальный, был просто мужик, понимаешь, мужик, который работает в Москва-Сити. Он был каким-то аналитиком крутым, то есть он работает в Москва-Сити и снимает половинку квартиры. Ну то есть, как бы ты хочешь сказать, что он хорошо зарабатывал? Ну, вроде как, да. Ну ты знаешь, когда ты живешь в комнате за 8 тысяч в месяц, а у тебя MacBook, этот, маленький Mac, iPhone, iPad, все вот эти дела, как бы. Ну потому что тебе надо в кредит, как сейчас ребята напишут, а он там не аналитика какой-нибудь этот. Не, ну я не знаю, но. Ну вы с ним вообще хоть общались там по вечерам как-то или нет? Как бы так помягче сказать. Я постоянно ему мешал, потому что я в тот момент играл типа в игры онлайн, типа, и ты сидишь 3 часа ночи, играешь, и он такой, типа, блядь, ты лежишь спать. Давай спать уже, ты когда спай. Да, 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 вот эти вот моменты, то, что типа светит ему экран в лицо, там что-то еще. Ну конечно, 40 лет и 19 лет парень молодой живет вместе. Слушай, и сколько продолжалось проживание твое с таким соседом в этой квартире? Наверное, в районе года. В районе года, и потом получается, после повтора у меня получилось переехать в общагу. То есть за деньги, как бы не бесплатно, я как бы платил, как будто я там проживаю, ну как-то вот такая система была. То есть я переехал в общагу, вот, я уже жил в студенческом общежитии, как бы. И нас уже было там 3 человека в комнате. Сколько платил? 4 тысяч 6 за общежитие, а за квартиру, вот за эту, за комнату типа 8 тысяч в месяц было. А еще есть полезная информация для всех тех, кто связан с бизнесом, начиная с самозанятого, ИП, ОО, ОАО, или же, возможно, вы связаны с бухгалтерией. Вот вы знали, что для проверки профпригодности бухгалтера требуется от одного до двух лет? Не будет для вас секретом, что от качества работы бухгалтерии зависит финансовое благополучие организации. В том числе уверенность в отсутствии неожиданных штрафов, минимизация налогового времени в целях сокращения неоправданных расходов. Вот почему так важно не допустить ошибку в выборе бухгалтера в вашу организацию. Именно поэтому я вам рекомендую обратить ваше внимание на первый в России бухгалтерский конвейер Макаэксперт, который гарантирует, что вы передаете свое предприятие в руки высококвалифицированных специалистов, получая при этом полную материальную ответственность. Мака освободит вас от бремени поиска и найма профессиональных кадров, что позволит сосредоточиться на основных бизнес-процессах. Первый в России конвейер бухгалтерских услуг поможет до 80% сократить расходы на содержание бухгалтерского штата. Макаэксперт заменит собой всю бухгалтерию или возьмет на себя определенный участок работы. Ну, например, кадровое дело производства или расчет заработной платы. А высокая производительность достигается с помощью разделения труда. Каждый сотрудник Макаэксперт выполняет ровно одну небольшую операцию. Он знает ее досконально, поэтому ошибки сведены к нулю. А еще напомню, один из козырей компании, что с момента основания они ни разу не поднимали цены на свои услуги. Так и 2023 год не стал исключением. Когда все вокруг дорожает, их цены за услуги остаются на прежнем уровне. И всего за 2000 рублей вы получаете бухгалтерию уровня больших корпораций. На вас будет работать не один универсал, а шесть специализированных департаментов, готовых взять на себя все вопросы, связанные с бухгалтерским и налоговым учетом. Именно поэтому я приглашаю вас по ссылочке в описании подключиться к Макаэксперт в мае и получить один месяц бесплатного обслуживания. Все подробности ждут вас на их официальном сайте, но и также вы можете оставить заявку и получить развернутую консультацию от их специалистов. Экономьте ваши деньги и ведите вашу бухгалтерию максимально прозрачно. Пользуйтесь на здоровье. Макаэксперт ждет вас по ссылочке в описании. Короче, ребята, мы пишем с Саней сегодня все по-живому. Значит, пока что мы идем к его бизнесу. Вот так вот, ребята. Вступил в институт, отлетел. Учиться вроде как то ли хотелось, то ли не хотелось. Но сегодня ты бизнесмен. А что у тебя за бизнес, ты сейчас нам покажешь. Ну и смотри, получается, ты проживаешь в этой общаге. В какой момент ты со своей девушкой тогда, нынче женой, начал шуры-муры посерьезно закручивать? Как раз примерно где-то вот в этой общаге, когда мы жили, вот тогда как-то началось. Мы как-то стали более плотно общаться. Вместе начали прогуливать институт. С утра уходили в институт, пошли, поели и все, пошли гулять. Все, до института не дошли. И таким образом супруга твоя тоже с института успешно отлетает, ее точно так же выгоняет, правильно? Ну, можно и так сказать. На каком курсе? Также на втором курсе. О, как вы вместе, да? Ну да. Теперь у тебя времени полно, живешь ты в общаге, там молодежь, а деньги-то нужны. Мама с папой, я так подозреваю, не будут давать денег тебе много. Сколько тебе вообще родители давали и чем эти родители занимаются? Родителями занимаются, мама работает на заводе. Она вот как после института отучилась на инженера. Она работает на заводе в моем родном как бы городе, где на секундочку население 50 тысяч человек. Вот, и она вот сколько получается, уже больше 20 лет работает на одном и том же месте. Стабильность. Ну, тысяч 30-40 у мамы зарплата? Ну, сейчас 35, последний раз она мне говорила, вроде или 40. Ну, что-то такое. Просто до этого мне казалось всегда, что она зарабатывает где-то 20-ку. Вот, отец у меня тоже после технаря и армии отработал 20 лет в тюрьме. То есть, вот, сейчас на пенсии, плюс работает охранником в Москве, тут на складе, недалеко. То есть, короче, родители не богаты в том плане, что тебе денег не сыпало, чтобы ты мог в боленсяге шататься по центру Москвы, по суммам, гумам и так далее, правильно? Нет, конечно. Мне выделяли 250 рублей в день, вот, с учетом того, что тогда я еще курил. И вот, представляешь, что пачка сигарет стоит 100 рублей, а на 150 надо еще покушать как-то. Ну, гастрит, короче, ты можешь все так быстренько поймать. Но по молодости об этом, как правило, люди не думают. Нет, ну, мне еще мама присылала автобусом постоянно полную сумку еды там, что-то там замороженное какое-то вот. Лучший день, да, в неделю, когда приезжает такая сумка, хотя бы поедим, как говорится. Мне всегда были интересны машины, и я начал искать работы, связанные с машинами, что-нибудь. И устроил себя куда? На мойку. Красава. На мойку, и причем это была такая дурацкая мойка, потому что везде начинаешь смотреть объявления, и везде опыт, какой-то опыт, а я типа мне там 19-20 лет, я вообще как бы в душе не понимаю, что вообще происходит. И устроил себя на мойку в таксопарк, и мы мыли там порядка 60 машин в день на двоих, вот. А рабочий день был 16 часов. Класс. То есть я приезжал, а я еще жил в Алтуфьево, а работал на авиамоторной. И то есть у меня час дорога туда-сюда, и в итоге я спал там 4-4 часа в день. Плюс еще досыпал на работе и приезжал. И платили, внимание, 1000 рублей в день. Офигенно. Но для 16-го, да, или это 15-й год был? Это 16-й, наверное, 16-й год. Ну, 16-й год, тысячи, это еще деньги. Хотя бы, ну, это... Сегодня ты что-то вообще можешь сказать уже ничего? Сегодня, да. А тогда ты что-то уже хоть что-то еще из себя представляла. И сколько тебя хватило на такую работу, интересно? Месяца 2-3, наверное, я так отработал. А, то есть, ну, нормально. Потом оттуда произошел, так сказать, бунт на корабле. Немножко нам не понравилось с парнем, как вело себя начальство. И мы, конечно, просто не вышли на работу и как бы уволились оттуда. Ну, потому что работали неофициально, ничего. Просто приходишь на работу, тебе тысячу вечером дают, как бы все. Вот и вся работа. Ну, тут понятно, незамысловательно. Вот когда ты мыл эти машины, не бывало в голове мыслей того, что а нахрена, я вообще вот этим занимаюсь. Занимаюсь. Учился бы сейчас, сидел, книги читал, изучал, стал бы инженером, ходил бы в пиджаке, работал бы, разрабатывал схемы, сидел за компьютером, в офисе, за макбуком, возможно. Рисовал бы красивые проекты. Или музон пойти слушал. В тот момент был период, прикинь, свои деньги. Прикинь, вот ты заработал сам, и ты можешь потратить куда угодно. Я купил себе первый телефон, как бы, вот с этих копеек, как бы, я на скрепе купил сам себе телефон, я оплачивал себе квартиру. Ну, как бы, уже какая-то свобода. Взрослая жизнь полноценная. Потому что я трудоголик, можно сказать, потому что я стремился к работе давно. И первая работа моя была, наверное, у себя в городе лет в 16. Мы работали на кирпичном заводе, складывали кирпичи на палеты и запалечивали пленкой. И у меня там за месяц получил 3 тысячи, 3 500, ну, что-то вот такое. Ну, это было... Ну, все равно было приятно, какие-то свои деньги как-то... Вот почему я и говорю про технарь, там, отучиться на сварщика. Ты максимально короткий путь делаешь к деньгам, как бы. Ты раз-раз-раз, там, 3 года потратил, отучился, и ты уже можешь полностью самостоятельно жить и обеспечивать себя. И вот это все очень важные детали взрослой жизни. Учиться на инженера или бросить институт и пойти мыть машины за тысячу рублей в день. Ну, конечно же, спорно. Но это начало, это колымчики. Вот важно слушать ребят внимательно. Я дам им полностью высказаться, чтобы вот можно было потом все это дело обсудить. Длинную историю сделать короткой. Саша первые годы своей взрослой жизни работает вот на работах типа мойка. Потом он сходил в армию, был баристой в шоколаднице, где также работала поначалу его супруга. Работал в каршеринге, перегонял машины, заправлял машины, мыл машину. То есть вот такого рода работа. Потом ему однажды говорят, а что ты, пошел бы в такси поработал? Он думает, ну, почему бы и не попробовать? И вот здесь закручивается его новая история из жизни. Вот расскажи-то эти детали. Ты приходишь домой воодушевленный, глаза горят, берешь бумагу, начинаешь чертить план действий для супруги, что мы сейчас возьмем тачку, я буду работать столько. Как это было? Ну, вот так и было. Пришел, пришел, говорю, ну, вот, как бы деньги на кармане, понятно, какие перспективы, вот. И начинаю ей, тогда мы еще не были женаты, рассказываю ей всю эту тему, рисую, там, сколько денег можно заработать в день, сколько в месяц, там, какой платеж, там, туда-сюда, вот. И дальше мы пошли, ну, как бы решились, что все, это подходит, этот вариант. Пошли пробовать брать кредит на меня, но мне предлагали максимум 50 тысяч рублей. Всего того, что опыта работать? Да, у меня нет никакого официального опыта работы, а жена в тот момент работала менеджером в шоколаднице с официальным доходом, там, 70 плюс. Как бы, и в какой-то момент, она говорит, что давай... Ты делаешь такой ход в канину, типа, а давай-ка, попробуем за девушку подать на тебе. Да, 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 давай-ка попробуем на нее. То есть, мы подаем на нее, и ей одобряют, там, что порядка 700 тысяч рублей. И в тот момент, вот, когда начались разговоры про свадьбу, типа, то, что надо, как бы, свадьбу, пожениться, там, официально вот это вот все сделать. Вот, и получается, мы на нее, то есть, мы тогда еще не были женаты, мы на нее берем 700 тысяч рублей, покупаем за 430 первую машину для такси. В 19-м году это был Ford Focus 3 Rest Universal из-под такси, из-под таксопарка с пробегом 100 тысяч километров, вот, за 430 тысяч рублей. Короче, таким образом, ты обзаводишься своим первым конем, и длинную историю сделать короткой. На сегодняшний день, у нас май 2023 года, кто стоит за твоей спиной, презентуй. Киарео, 2016 год. Ребята, ласточка, тоже покупал ее с пробегом. Конечно. И вот на сегодняшний день, 16-го года, получается, машине 7 лет, ну, ездить в такси на ней можно, правильно? Да, можно ездить с 2012-го, сейчас вроде, года, классификатор. Ну, у Яндекс.Такси на сайте есть классификатор, какие машины подходят с 2012-го года. Какой пробег у нее? 230 сейчас. Саня, ну, давай, скажи нам, пожалуйста, вот сегодня вот эта машина стоит у тебя под окном. Сколько дней в месяц ты работаешь, сколько часов в день ты работаешь, и за вычетом помыть, заплатить агрегатору, вот все эти расходы чистыми, сколько у тебя остается денег? Ну, работаю я в среднем, график 6-1. 6-1, 12 часов, наверное, где-то вот так. Но бывают дни, когда я могу взять там 3 выходных, допустим, куда-то надо съездить домой или куда-то еще, я спокойно беру 3 выходных как бы сам у себя, в своем ИП, как говорится. Так, в своей конторе. Да. Начальник, начальник, это тоже важно. В своем ИП беру себе выходные и уезжаю. Ну, либо бывают дни, когда, ну, не идет работа. Ты выходишь, и вот настроение не только, пассажир там настроение испортил, и ты такой, да пошла она, все, и поехал домой просто. И все, ну, типа, зачем нервы себе портить? Так. Вот, за вычетом, за вычетом всего, наверное, где-то я скажу, в среднем по году, ну, типа, в районе 100-120 тысяч рублей в месяц чистыми. С такси вот с Киарьо. Да. Ну, это неплохо, ну, как мне кажется, ну, звучит, по крайней мере, неплохо. Я, конечно, понимаю, что 12 часов, это как бы такой нехилый труд покататься на машинке, как говорится, но, тем не менее, ты сам-то как, доволен? Ну, в последнее время нет, просто, смотри-ка, грубо говоря, я начал работать в 19-м году, и как я зарабатывал, там, допустим, 5-6 тысяч в день в 19-м году, так я сейчас зарабатываю в 23-м году. Ну, а цены все знают, как, что происходит с ценами. Грубо говоря, вот даже та же машина, первая стоила 400, это уже 800, как бы, уже в два раза. Плюс тоже... И мы еще говорим про БУ. Да, да, да. Да, новые вообще какие-то нереальные цены. Я вообще не понимаю, вот люди сейчас покупают новые машины под такси, я вообще не представляю, они работают за кредит просто, мне кажется. Ну, потому что это вообще нереально. Ну, вот ты бы, вот, например, рассмотрел бы, там, какой-нибудь овал Джулиан берут под такси, 2 200, 2 300 стоит, взял бы? Нет, мне не дадут кредит столько. Мне только последнее время, хотя я уже сколько работал, как бы, официально, я, как бы, ИП самозанятый, плачу налоги, мне только недавно начали предлагать какие-то суммы, там, больше 300 тысяч рублей в кредит. То есть, до этого мне там 100, 150, 200, как бы, вообще, за них ты ничего не купишь. А за наличку тоже ты не накопишь. Я не знаю, у нас лично не получается накопить какие-то такие большие суммы. И поэтому вся жизнь получается вот так в кредит, и как бы ты платишь вот эти все кредитные платежи, но что ты имеешь за это? Слушай, ты расскажи вообще, где мы с тобой находимся? Мы находимся в Москве. Это Москва, которая за МКАДом в 15 километрах от МКАД, но это, как бы, Москва, новая Москва. То есть, все дома, которые за нашей спиной, и за твоей, в частности, это все здесь прописки Москва? Да, все прописка Москва. Вы здесь снимаете квартиру? Да. Как давно? Два года уже почти. Однокомнатная квартира, плюс какая? 40 метров где-то. А цена? В месяц 25 тысяч плюс коммуналка, ну, счетчики, там, типа, 2-2,5 тысячи рублей, как бы, свет, вода. Ну, плюс интернет оплачиваете, нет? Есть интернет? Да, интернет, 500 рублей. Ну, короче, 30-ку. Округлю я в большую сторону. Ну, нормально, ты как-то клюв. Ну, сколько, 28 500? Ну, типа, да. А, все, понял. А почему здесь-то? Вот мне просто, знаешь, даже интересно было, когда я к тебе ехал сюда, я думаю, блин, ну, вроде как снимаете квартиру, 25 тысяч. Ну, в принципе, ты в Москве можно было бы найти что-то чуть подороже, это уже в Москве, там, жене до работы поближе, тебе проще. Ну, вопрос чуть подороже, вот опять же. Потому что до этого мы изначально, сколько, года три, наверное, сколько-то, короче, лет мы прожили в Некрасовке, в той самой ЖК-самолет. Вот, мы там жили, и в итоге в какой-то момент хозяйка звонит и говорит, что, типа, я продаю квартиру, типа, съезжайте, пожалуйста, до свидания. Мы такие, ну, окей. Она это сообщила, как бы, за месяц, и мы начали думать, куда переехать. Можно было переехать, конечно, в соседний дом, как бы, за те же 25 тысяч были квартиры. Хотелось, как бы, на тот момент я уже посмотрел Москву, как бы, я уже представлял, какие районы, где плюс-минус, хорошие, плохие. Хотелось куда-нибудь бы в сторону Красногорска, но начали смотреть квартиры, там, 30+, типа, однушка, 30+, и поэтому, ну, слишком дорого. А, и плюс, на тот момент у нас уже был код, и, типа, ты ставишь фильтр с животными, и просто, вот, миллион объявлений просто уходят, и ты, ну, типа, выбор. Выбор, выбор сокращается, и плюс у нас, типа, это новые ватутинки, а туда, дальше, в сторону Троицка, есть старые ватутинки, и у нас там живет друг. И вот он нам прорекламировал этот район, что, типа, мега крутой район, типа, ему все нравится. Он тут всю жизнь, как бы, живет, и, ну, как бы, прорекламировал. И, как бы, был вариант переехать просто в соседний дом, но мы выбрали сложный путь, переехать из Люберец сюда, как бы, потому что... Ну, вот, по прошествии двух лет, давай так, как тебе вообще в целом райончик? В целом круто. В целом, по сравнению с Некрасовкой, та же парковка. Вот машина, вот я припарковался от дома, это было вчера в 10 часов вечера. То есть места вечером есть? Да. Ну, типа, бывает зимой, когда сугробы, снегопады, можно пройтись, там, минут 15. А так, в среднем, даже, там, в 12 ночи приезжаешь, и ты плюс-минус, там, в 10 минутах вокруг дома ты можешь припарковаться спокойно, как бы. Хотя в Некрасовке, там, были моменты, ну, все, все, кто смотрел про Некрасовку, представляют, что это, что можно кататься, там, 3 часа, и уже у тебя начинается истерика, потому что ты не знаешь, куда ее кинуть, просто, эту машину. Ты понимаешь, что ты, если поставишь на газон, у тебя 300 тысяч штраф, потому что у меня, как бы, такси, на тротуаре ее эвакуируют, как бы, и ты заплатишь, там, 10 тысяч за эту штрафстоянку, за все вот эти движения. Вот, и у тебя просто начинается истерика, ты уже просто хочешь встать, все, и лечь спать, прям, тут, в машине. Ну, вот, здесь такого ни разу не было. То есть всегда, всегда можно найти место. Ты, вот, сам, как думаешь, чем нужно заниматься и сколько нужно зарабатывать, чтобы в сегодняшних реалиях мы шли с тобой не на съемную хату, а в твою, пусть даже так же однушка, но твоя. Чем заниматься, даже не знаю. Зарабатывать, наверное, 250 плюс, 300. Чистыми, да, чтобы оставалось? Ну, да, и чтобы как-то оставалось, чтобы накопить, допустим, тот же первый взнос по ипотеке, сейчас это, там, 2,5 миллиона, как бы, надо как-то это накопить. Камера, не сова. Какой этаж? Итак, ребята, мы заходим в гости, съемная квартира, площадью порядка 40 квадратов, с балкончиком. Когда я сюда зашел, первые мои, вот, ощущения такие, я оказался в студенческих годах. Вот, подчеркиваю, ребятам по 25 лет. Поэтому, когда я сейчас вам буду показывать квартиру, вы должны это сделать акцент. Почему? Я в 25 лет вообще с родителями жил, с мамой и с папой, у меня была отдельная комната. А у этих ребят уже взрослая жизнь, детей нет, но у них есть код, шикарный, сейчас вы его увидите. А если смотрите, заходим, здесь нас начинают встречать интересные детали. Ремонт здесь от застройщика, Иринка, жена, говорит, вот мой, сделал потолок. Пытался клеить, но как бы решил применить более надежные технологии в виде скотча. И вот все держится. Далее, прихожая, туалет, ванна, соответственно, все как везде. Ну, подчеркиваю, что здесь ребята от себя ничего не делали, потому что квартиры не их, живут непосредственно в аренде. Вот, стол кухонный, вот такой быт, все потихонечку, кухня, да. Все намыто, но как бы в силу того, что не хватает вот этих шкафчиков, что-то находится на видном месте. Поэтому, друзья, атмосфера такая, ну, кошара, вы посмотрите на него, он просто шикарен, особенно его хвост. О, здравствуйте, здравствуйте, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, я вас прошу, я прошу вас. Это держит вот это, и оно держит вот это. Потому что кот начинает пытаться залезть куда-нибудь, вот, ему очень интересно, и система защиты, чтобы он не смог проникнуть. Четко, смотри, на самом деле, смотри, как интересно, друзья, обратите внимание, вот это держит вот эту часть, чтобы он не мог лапы открыть. Вот эту дверь держит вот это, блин, Саня, ну это чисто твоя разработка, да, так вот занимает? Потому что это как бы... Нет, она сама так сломалась. А, я думаю, инженерное такое, это, обучение перо-курса помогло. Собственно, вот на ваших экранах съемное жилье за 25 тысяч рублей в месяц, плюс коммуналочка 2-3 тысячи рублей. Все по-живому, никаких абсолютно постанов. Балкончик – это изыск. Здесь личные вещи ребят, которые они используют при переезде. Друзья, делайте выводы, ребята много работают, ну, давайте поговорим с ними, познакомимся с супругой, послушаем, чем сегодня занимается она, какие у них планы на будущее и суммарный доход на сегодня и куда уходят денежки. Вот это вас точно удивит. Ирина, ну, расскажи нам, пожалуйста, проживала ты в Орловской области? Да, в Орловской области, в городе Мценске, до 17 лет я там жила, в 17 лет я уехала, ну, окончила школу и уехала в Москву. Вопрос первый, почему в Москву, почему не в Питере, не в Екатеринбург, не дома где-то в институте? Дома, в общем-то, делать нечего, и, в принципе, я бежала от родителей подальше, от, как сказать, от опеки, которая вот постоянно надо мной была. Ну, изначально я планировала поступить в военное. Военное? Да. Я подавала документы как раз-таки в Питер, военно-космическую академию Можайского, но я туда не поступила. Туда был у девочек конкурс просто, ну, по-моему, сколько помню, 10 человек на место было. То есть это было достаточно тяжело поступить. Потом ходила в архитектурный, дедушка занимался моим этим образованием, и он мне сказал, типа, это все фигня, это не профессия. Вот, то есть здесь я могу сделать такую подводочку, что у вас с мужем такая судьба пересекается в том плане, что тебе тоже родственники, да, направляли тебя, куда тебе надо идти, куда тебе надо поступать, на какое направление. Насчет военного, ну, как бы против, ну, как бы были, но они считали хотя бы это профессией, потому что, ну, типа, архитектура, я закончила художественную школу, архитектура, дизайн, вот я хотела в архитектурный, либо на дизайнера ландшафтной среды. Ну, меня причем брали в местный наш Орловский университет, причем брали без экзаменов. Ну, по итогу, хотя я туда даже не подавала, мне просто звонили и предлагали место, то, что есть. Ну, это от художки, потому что было, они искали всех выпускников. Ну, смотрите, вот, вы гляньте на него, вот он, он хочет совершить, камеру мне хочется, посмотри, сколько он весит? Где-то 9. Ну, тяжеленький, вот так вот долго я его не продержу, блин, так вот 20 минут и все, упадут руки. Слушай, ну, давай так, вот ты поступила в Москву, начала ты учиться, деталь, как ты считаешь, почему они тебя очислили? Ну, вроде бы ты... Ну, почему очислили? Я не хотела учиться там просто на... А зачем поступила? Ну, потому что мне сказали, вот, иди туда, посмотри. Вот, то есть тебе сказали туда и... Ну, как бы не то, что туда, мне сказали, вот, ну, инженер, выбирай, в этом, в московском энергетическом у меня учились друзья, с которыми я еще в школе общалась, общалась на год старше, которые. И, ну, типа, как бы, ну, пойду туда, там хоть кто-то знакомый был. Когда тебя отчисляют, и об этом узнают твои родители, дедушка, что тебе сказали? Ну, по сути, мне, как бы, никто ничего такого не сказал, мама спокойно отреагировала, ну, в принципе, мама, бабушка, ну, семья со стороны отца, как бы, они ожидали этого, то есть то, что я не буду там учиться. А дед, который вот как раз меня сюда отправил, ну, я сначала ушла на повтор, после первого раза, когда отчислились, и я просто забила, я даже не ходила туда, я ходила на работу, все. Таким образом, с шоколадницей отношения твои рабочие покончены. Чем ты занимаешься сегодня? Сегодня я мастер маникюра и занимаюсь фотографией. Я хочу перейти с мастера маникюра, потому что, ну, все-таки мастер, это такая профессия, аллергия, просто-напросто. Вылазит, больная спина и все остальное. А фотографии, в принципе, мне давно это нравилось. В Сойко как раз первый фотоаппарат я купила на... Те деньги, когда я работала в шоколаднице, я тогда... Ну, это было прям таким достижением, я заработала себе на фотоаппарат, причем, ну, какой-то там самый... Ну, не особо простой, просто кроп был. Вот. Начала тогда, но это все... Ну, вот у меня такое бывает. Первый раз не получилось, и все, я забросила, он полежал. Наверное, после свадьбы я отучилась на мастера маникюра, это был в девятнадцатом году. Да, в девятнадцатом году я отучилась, тоже не особо-то работала, иногда дома принимала. Потом вот после пандемии я ушла вообще полностью из общепита, потому что я еще в хлебе насущном поработала. Я полностью ушла... Перед пандемией я ухожу из общепита, полгода я сижу дома. Вообще, практически не выходя из дома, потому что мне... Я просто лежала. Но это был первый месяц, потом я начала осваивать фотошоп, я отучилась, я выучила фотошоп самостоятельно. Но с учетом того, что нужны были какие-то деньги на фотографии, сейчас быстро тоже было не заработать, тем более со стареньким фотиком. И я устраивалась в салон, но салон находился... Вот мы жили в Некрасовке, в салоне, в Люберцах. Ну, в принципе, я там сейчас до сих пор работаю в салоне. В Люберцах? Да. И то есть ты отсюда ездишь в Люберцы? Не хочу менять место, очень хорошее руководство, очень хороший коллектив, в принципе, постоянные клиенты, очень, ну, действительно, очень хорошо там. И сколько у тебя занимает время на поездку на работу и обратно отсюда? Ну, если без пробок, сколько? Полчаса. Ну, час, получается, на машине, меня Саша возит и забирает. Если на метро, где-то час двадцать, плюс-минус. Таким образом, на сегодняшний день ты зарабатываешь путем маникюра, педикюра, правильно? Да, это одно и то же. И фотография, как Колым. Ну, сколько у тебя фотографий в среднем хотя бы может приносить? Ну, вот в мае где-то тысяч двадцать пять. Уже будет? То есть май-то пока только середина? Ну, да, просто есть записи, я считаю, по этим записям. А в такие, как бы… Рыбные. Да, так. Ну, получается, нет заказов. Смотри, двадцать пять в мае плюс салона сколько? Тысяч пятьдесят, ты говоришь? Ну, где-то семьдесят. Семьдесят. То есть, грубо говоря, давай так возьмем, так вот прям округлим в большую сторону сто тысяч. Ну, это май. Да, либо семьдесят, когда заказов нет вообще. Вот такая вилка. Ирина, ну, сделай нам живую зарисовочку. Вот ты приходишь домой, вот у тебя есть рабочая зона, у тебя есть компьютер. Как происходит твое рабочее время? Компьютер… Возьми, покажи прям по-живому. Рабочая зона, то есть здесь я, в принципе, здесь этот столб выполняет функцию ту, которую изначально выполнял, выполнял изначально, потому что здесь я сейчас, в принципе… Ко мне приходит подружка, я делаю маникюр, и он, Саша, делаю маникюр. В принципе, все, за столом я не работаю. Я работаю на кровати, потому что я насиделась на работе, у меня уже спина болит. Ага, 25 лет, спина уже болит. Так, ну давай. Так, кошара тут вообще, блин, лютует по полной программе. Иди отсюда. Берешь ты ноутбук, давай, вперед, куда? Мы сейчас просто покажем людям по-живому, как молодежь деньги зарабатывает. Садишься, открываешь его, правильно? Ну да, открываю, все, открывается, ноутбук берется… Ну, мышку я сейчас искать не буду. Ага, Саша молодец, не выключил ноутбук. Все, в принципе, я сижу, работаю. То есть ты, получается, обрабатываешь фотографию, добавляешь цветокоррекцию. И если бы ты имела бы большую загрузку, вот как ты думаешь, при твоем опыте фотографа, вот сколько твои услуги стоят, если ты полностью перейдешь на работу фотографом, сколько ты будешь в месяц зарабатывать? Если при полной записи, ну, я думаю, от 200 это будет выходить, тысяч. Ну, это реально такие цифры можно сделать. Да, ну, а летние месяца, с учетом свадеб, это, естественно, больше. Но, в принципе, как и у большинства фотографов, летние месяца свадебные. Ну, это вот май до конца сентября приблизительно. Предновогодние, один месяц осени, когда все желтое, когда все красивое. И вот как раз май еще цветение идет. Но, грубо говоря, это работа без выходных или ты тоже, может, 5 дней работаешь, 2 дня отдыхаешь? Нет, здесь не работает так, 5-2, такого стабильного графика нет. Это просто, да, действительно плавающие выходные, там, допустим, можно неделю прям чуть ли не спать по 2 часа и там работать постоянно, но, а потом может быть какой-то перерыв. То есть, нет такого, что прям стабильно сесть, 5-2, работать. Саня, ну, ты у нас, получается, глава, бюджет подсчитываешь ты, у тебя даже есть целая табличка, с того позволения, так вот немножко покажу. Вот, друзья, Excel, все расписано, доходы, расходы. Нет, нет, здесь расписано, какого числа, сколько денег, в какой банк платить. Вот так, вот так, потому что платежи такое количество, что они уже не помещаются в голове, и ты начинаешь путаться в этих числах. Ну, смотри, я открываю калькулятор и делаю незамысловатые расчеты. 110 тысяч в среднем чистыми приносишь ты, и мы высчитали так, что 70 тысяч-90, ну, плюс-минус жена. Ну, давай возьмем 80, просто вот плюс 80 тысяч. И цифра, на первый взгляд, может, некоторых шокирует. 190 тысяч рублей на семью из двух человек плюс кот детей у вас пока что нет. А дальше мы начинаем отнимать, минус 28, 500, это аренда квартиры, раз. Дальше, что мы еще отнимаем? 7, 200 кредит. Вот, ноутбук был в кредит, плюс набор техники для фототехники, фотоаппарат, объективы там 200 плюс, тоже это все, все покупалось в кредит, как бы. Ребята, сделаю акцент, что, подчеркиваю, это не игровой компьютер, а компьютер для работы. То есть, это, как бы, ребята вкладывались с желанием с этого дела зарабатывать. Минус дальше. Так, 9 тысяч, 20 тысяч, это кредит за машину. И, ну, еще косарь. И еще, это к расходам к работе такси, короче, 2 500 в месяц еще надо платить там человеку за предоставление услуг, так сказать. 121 800. 121 800. Где она? Вопрос интересный, да? Вот так вот, даже, да? То есть, 121 800 у вас остается за вычетом всех основных обязательных платежей. И, то есть, ты хочешь сказать, что при том, что ты работаешь 6-1, жена работает 3-3, но при этом еще и в 3 свободные дня тоже занимается там съемками и так далее. Куда уходят 121 800 вы не знаете? То есть, магия. Ну, как? Не, ну почему? Наша часть откладывается на отпуск. А, ну да, какие-то есть сбережения, но они не такие, знаешь, чтобы накопить там полтора миллиона. Там накопить 1100, там, ну вот это возможно, чтобы поехать отдохнуть куда-нибудь. Вот, вот это возможно. Плюс еда, еда дорогая, как бы. Магазин заходишь, то у нас было, заходишь в Ашан 1000 рублей, полторы тысячи, сейчас 2000 рублей минимальный чек в Ашане. Чтобы просто, ну вроде, все нужное. Вот это нужно, это нужно, то нужно и все. Вот 2 косаря минимум уходит. А вот здесь я на монтаже прям почувствовал, как, ребята, может прилететь в комментариях. 120 тысяч у вас остается, и вы не знаете, куда они уходят. Ну, здесь объяснение простое. Ребята, молодые не ведут полноценный учет. Я встречал людей, которые ведут таблицы Excel по каждому расходу. Купил что-то, тут же записал. У некоторых банковские приложения уже давным-давно позволяют это делать, когда одна карта, к ней привязаны все ваши доходы, тратишь и в конце месяца смотришь. Потому что здесь в процессе мы с ними общаемся, потом начинается, а, ну каждый день я по 700 рублей трачу на еду, ну кофе попить, булочку съесть. Жена точно так же тратит. Плюс регулярные походы в магазины. Плюс заказ доставки на дом. И далее, купили недавно себе индукционную плиту. Какие-то грили себе покупали. В общем, сопутствующие расходы, которые идут, что-то по чуть-чуть откладывают, но на выходе, даже с такими неплохими доходами, практически 200 тысяч рублей на семью из двух человек, скопить что-либо существенно, например, на первоначальный взнос на ипотеку, не удается. И тут, конечно, можно сказать, возможно, расточительные расходы. В карманки уже не лезем, но мнение свое можете высказать в комментариях. Но я задаю им интересный вопрос. Какая у них была бы зарплата, если бы они все-таки доучились бы и пошли бы работать по специальности? Если бы ты получила бы высшее образование и пошла работать по специальности, ты вообще не смотрела там вакансии? Я бы не пошла работать по специальности. Но если бы пошла, то сколько бы там была бы плюс-минус зарплата? Ты не смотрела, не изучала? Изучала. Первые лет 10, обещали где-то 35-50. То есть инженер с высшим образованием? Инженер с высшим образованием, да, вот столько. Без опыта работы, естественно. А почему первые лет 10? 10 лет, что ли, опыт там нужно получать? Ну, где-то 10 просят в каких-то более-менее нормальных. 10 лет опыт, чтобы был? Ни хера себе. Если после студенчества, если повезет там после практики, тебя берут вот в фирму, где ты проходишь практику и все, в принципе, ты работаешь там. Но зарплата там где-то 35. Друзья, к чему я задаю эти вопросы? На самом деле, как мне всегда кажется, я зарываю смысл более глубокий в создании абсолютно всех этих сюжетов. Вот можно посмотреть на ребят, я скажу это прямо при них, сказать, вот, бросили учебу, в такси пошел работать, ногти пошла красить. Но здесь идет вопрос-то о другом. Став профессиональными, хорошими инженерами, предположим, что у вас учились, все классно, ну, 35-50. Вопрос, как с такой зарплатой сегодня молодым ребятам с текущими ценами, допустим, ту же самую квартиру содержать? Вот получала бы ты 35, и он 35, 71-е годы, а у вас квартира 30-ку, ну, и на 40-е жить молодежи. Это на питание, еще что-то, ну, это вы бы ходили бы вот такие бы, вот с такими впалыми щеками, полубледными. Мечта моя всей жизни. Вот, иди, как бы, знаешь, это как шутка такая, иди работать, да, блин, инженером, блин. Ну, твое мнение. Да, я согласна, я поэтому не хотела туда идти работать, потому что я понимала, что я не получу столько, сколько я хочу. получать, в общем-то. А вот здесь прошу внимательно послушать, потому что тему мы затрагиваем острую. Ведь можно преподнести так, что мы высмеиваем высшее образование, работу инженера. Мол, зачем вам учиться, когда можно пойти работать таксистом, мойщиком, уборщиком, официантом в кафе, ну, и так далее. Нет, друзья, ключевой посыл здесь в том, что, как мне кажется, высказываю в данном случае свое мнение. Что ребятам, например, родители чуть задали направление, мол, вот иди, иди туда, а оно не их. Возможно, нужно было дать им самостоятельный выбор, кем ты хочешь работать, распоряжайся своим выбором сам. Возможно такое? Вот Саня говорит, пошел бы я лучше бы сварщиком бы, работал бы. Кем он хочет работать сегодня, расскажет так же. Ранее мы снимали сюжет из Алабуги. Такой довольно-таки мощный ролик получился. Там одной из жалоб было то, что дети очень много учатся-работают. Ой, там дети с 8 утра до 6 вечера работают, потом еще они учатся-учатся. То есть, времени свободного практически нет. Но там совсем другой уровень образования. Там действительно оттуда выходят люди специалистами. И инженеры оттуда получают не 35 тысяч рублей, а уже совсем другие, хорошие, солидные деньги. Вы должны не забывать о том, что реально крутые разработчики и инженеры могут зарабатывать баснословные деньги. Все зависит от знаний. Это очень важно понимать. Потому что, когда ты сварщик, условно, у тебя есть сварочный аппарат, но ты не умеешь ни хрена варить, так плюс-минус понимаешь. Конечно, услышав доход 300, 400, 500 тысяч, ты скажешь, что такого не бывает. Особенно, если ты не хочешь работать сам на себя, ты хочешь прийти с 8 до 5, и чтобы 500 тысяч давали. Но такого, конечно, не бывает. То есть, такие зарплаты получают ровно те, кто с утра до вечера хреначат, зарабатывают деньги. Поэтому вот эта тема острая. Пишите ваше мнение в комментариях. В любом случае, я лично голосую за знания. Обучаться нужно. Нужно получать знания, чтобы в голове что-то было, и ты мог всегда это применить. Самое главное, как минимум, ребенку, студенту дать возможность самому выбирать свое направление. Твоя супруга говорит, ну, 1200 делать в месяц раз. Ты сам, вот как мужчина, считаешь, сколько ты должен делать вот сейчас, условно, чтобы пошел рост с точки зрения, там, откладывать можно было, еще что-то? Ну, надо менять работу просто. Ну, потому что я сейчас, как бы, в процессе обучения на программиста. То есть, я вот там где-то недели две назад начал проходить курс, и потому что, ну, все, такси-то конечное. Цены не растут, как бы, 4 года назад 5 тысяч рублей, это те 5 тысяч рублей, сейчас это другие 5 тысяч рублей. Ну, вот тебе 25 лет, смотри, тебе вот это вот обучение на программиста сегодня, эти Python и так далее, легко дается или, блин, сложновато? Да, в целом легко, больше напрягают мои познания в математике, там, вот там есть какие-то математические модели, те же там, матрицы, там, вот это вот все. И мне нужно сначала заново пройти матрицы, понять, что это такое, как бы, как оно работает, а потом уже дальше, вот именно самоупрограммирование. Потому что, ну, по факту, там ничего такого сложного нету. Вот, вроде можно с этим разобраться, нужно только время. Вот, и сейчас, как бы, я могу, там, 2-3 часа в день я выделяю, как бы, я уберу с собой ноутбук, утро, когда самые, ну, хорошие заказы вечером. Утро я работаю, в обед я пошел, поел, посидел, позанимался 2-3 часа и продолжаю вечером, как бы, работать. То есть, таким образом, подводя здесь черту, мы можем сделать следующие выводы, что вы, в принципе, много работаете. То есть, нет у вас такого, что лентяйничаешь, знаешь, там, заработал определенную копейку, все, домой, лежать, спать, то есть, 6-1, жена тоже много, дополнительной работы, то есть, ищете возможности на выходы. Я же говорю, я трудоголик, я не могу, вот, допустим, если у меня, там, 2 выходных, я вот сижу, выходной, знаешь, где мы что-нибудь занимаемся, в голове такая мысль, блин, сейчас бы я пятак мог заработать, блин, а что я тут какую-то фигню стараюсь, да, а мог бы денег поднять сейчас еще, там, плюсом, копеечка бы упала. Ну, то есть, вот такие мысли иногда... То есть, желание, как некоторые бывают, пишут взрослые дядьки в комментариях, мол, это не жизнь, 5-2 с 9 утра до 6 вечера, потом домой отдыхаешь, 2 дня выходных, на рынок сходил, колбаски взял, пивка, налил, выходной день, все, суббота, лежишь дома, смотришь телевизор, кино. Нет, нет, я очень не пью, практически, ну, то есть, вот ты видел, там, стоит Джек Дэнниелс, мне друг его дарил, 3 года назад, 2 или 3 года назад, вот, подаренный, вот он там стоит, просто, ну, потому что, я пью только, может быть, там, 4-5 раз в год, вот так можно, короче, сказать, что 5 раз в год, типа, я что-то выпиваю, как бы, и так я не пью. И вот ты говоришь, суббота, воскресенье, выходной, кто-нибудь ходил в торговый центр во вторник? Во вторник, вообще круто, ты приходишь, никого нету, примерочный, свободный, в субботу приходишь, там, толпа народу, везде какие-то люди толкаются, вот во вторник, мы ездим в торговый центр во вторник, ну, блин, это вообще просто кайф, никого нету, все это. Далее, ребятам я задам несколько потенциально популярных ваших комментариев, как мне показалось, чтобы они сразу на них ответили, но прежде чем мы продолжим, друзья, возможно, у вас есть дети, которые заканчивают обучение в школе, в институте, и, как вариант, им можно сделать неплохой подарок в виде компьютера. Да-да, оказываем услугу по сборке компьютеров под заказ с доставкой по России, в целом можно запросто организовать. Оставляю сайтик, мошков.пс, там можно оставить заявочку, и мои спецы вас грамотно проконсультируют под ваши задачи. Если ребенок, вы хотите сделать ему подарок в виде игрового компьютера, пожалуйста, если нужен компьютер для работы, создавать различные макеты, чертежи, изучать профессиональные программы, тоже можно сделать. Поэтому все контакты в описании, обращайтесь, сделаем все на высшем уровне. И еще, все те, кто интересуется покупкой или продажей недвижимости в Москве и Московской области, и вам нужны услуги специалистов, точно так же обращайтесь, выделю вам лучшего. Лучшего, который разжует и сделает все от и до, и проведет вашу сделку просто на 5 баллов. Все контакты полезные ждут вас в описании, а мы продолжаем. Как я, а? Ловко, согласитесь. Давай тогда сразу ответьте на ряд комментариев, сейчас люди напишут, ну вот, ушел с учебы, мог получить высшее образование инженер, пошел работать таксистом, дома там придерутся, где-то скажут, а, балкон завален хламом, еще что-то, скажут, Сань, ты раздолбай, блин, тебе стоит это признать, ну, к примеру, то есть какой-то будет негатив, твой ответ людям. Ответ. У меня есть человек, моя мама, человек с высшим образованием, 20 лет работает на одном и том же заводе, зарплата 35 тысяч рублей. Я работаю в такси, которое, как бы, не престижная, как бы, работа считается и все такое, зарабатываю больше, и плюс был момент в пандемию, то, что люди увольняли, люди теряли работу, люди там. Я работал, я работал, да, по 16 часов, но свою копейку домой я приносил, как бы, из голода никто не умер, как бы, и, ну, это, как бы, можно сказать, плюсом, потому что люди теряли работу, как бы, и вот в сравнении, как бы, все познается в сравнении, то есть и надо, вот, конкретно, свои возможности и то, что есть сравнивать. Друзья, ну, не забывайте, золотые слова, все профессии нужны, все профессии важны. Говорит тоже, что там таксисты, это какая-то непрестижная работа, ну, давайте завтра все таксисты скажут, типа, ну, раз мы непрестижные, мы встанем, а вы сами. И вот тогда начнется коллапс, сразу вспомним, что шофер, профессия-то нужная. Слушай, я тебе задам последние два вопроса. Первый, вот вообще, та текущая жизнь, которая у вас происходит, ты в целом больше счастливый человек или у тебя больше в мысли, больше приходят в голову мысли, там, негатив, депрессия, плохо, денег не хватает, ничего не хватает, вот вообще твой настрой какой? Такой период у меня был, когда мне было все плохо, вот как раз первый месяц пандемии, а сейчас нет, все, все хорошо. То есть ты пожаловаться на свою жизнь не можешь, как бы, ну, трудись, зарабатывай, все будет? Ну, в принципе, да, главное, надо свою жопу поднимать и что-то делать. Возможно, давно бы получилась фотография, если бы я реально, ну, как бы, на полпути бы не бросала дело, то есть я бы не для себя бы фоткала, допустим, вот, сейчас три кнопки сделать рекламу, ее же надо сделать, правильно? Надо сесть и сделать, 10 минут надо выделить на это, но сделать, но это надо вот сесть и сделать, то есть, в принципе, зависит только от меня. То есть, короче, на кого-то показать пальцем и сказать, это он виноват, вот тот мне не дает развиваться, таких нету, вся проблема, условно, в самом человеке. Хочешь, делай, хочешь, не дай. Второй вопрос, финальный. Вот люди посмотрят наш сюжет, он будет относительно для них спорный, скажут, ну, вот, живут, дверь у них там висит, где-то, может, бардак на балконе, с института их поочисляли, учиться не хотят, зато выбрали. Ну, короче, вот эту вот историю негативную будут поднимать. Что ты им отвечешь? Вот сразу начнут тебя учить, надо было доучиться, надо было так, надо было сяк, но жизнь-то твоя, выбор был сделан тобой. Ответ сразу на комментарии, на популярные. В принципе, мой ответ, в принципе, как и был родителям, что это моя жизнь, как хочу, так и живу. Все. Зафиксировали, ребята, поэтому мы показываем невыдуманные жизненные истории, а лишь только вам остается делать выводы. Слушай, а что за прикол в общежитии, ты говоришь, когда ты переехал, что у вас три человека было, и вы спали месяц один со включенным светом. Мы спали со включенным светом, потому что пришли клопы, и все, и ты, да, да, и мы их травили сколько, просто они все равно не умирают, не умирают, и там, ну да, получается, сейчас я сформулирую мысль, целый месяц мы спали со включенным светом, потому что было страшно. Ну, потому что реально ты просыпаешь, и кто-то что-то где-то ползет, и ты покажешь свет, пока сбежишь, ты вот это, а они же все мелкие. И вот, и у меня, я был, получается, на втором ярусе спал, и у меня лежала такая картоночка, и вот ты такой спишь, просыпаешься, смотришь, что такое ползет, и ты такой хлоп, положил, все, и дальше. У меня вот просто было кладбище, над головой кладбище. И что, прям было много, это сколько, ну, пять за ночь, десять, двадцать пять. День это дня, как придет. Ну, плюс-минус, ну, вот, наверное, пять в день там. Ну, плюс они жили там где-то не в матрасе, а вот эта кровать там в деревяшке, где-то вот там оттуда выползают. У нас, короче, были обклеены, то есть вот это вот соприкосновение матраса с кроватью, оно было все скотчем проклеено, чтобы они не вылазили оттуда, потому что ты спишь, и ты боишься, что они выползут на тебя. Слушай, ну, а кусали тебя? А, я не помню, да, наверное, да, скорее всего кусали. Ну, и что, вы с пацанами сидели там, офигевали, боялись спать ложиться, да, под ночь? Ну, да, потом уже, как бы, сон все равно наступает. Они никуда не деться. А там еще был прикол с этими, с тараканами. Тараканов было просто, свет выключается, вот если что-нибудь лежит на столе, шуршащая какая-то, все, начнется. Включаешь свет, разбежались все. Офигеть, блин. Вот так вот, друзья, вот вам, пожалуйста, когда у людей, там, родители не миллионеры, там, да, говорят, там, мажоры. Нет, обычные ребята переезжают в Москву, поступают учиться, и вот живешь в общаге. Не нравится? На работу. Иди, зарабатывай деньги, квартиру снимай. Не нравится тебе такая квартира? Пожалуйста. В Москва-Сити есть квартиры, есть квартиры в сталинских домах, в новостройках. Любой каприз, любой, за ваши деньги. Итак, мы с вами приблизились к логическому завершению. Молодая семья из двух человек плюс код. Суммарный доход на семью 180-200 тысяч рублей. Пишите ваше мнение в комментарии. Давайте людям полезные советы. Не нужно накидываться с негативом. Кто это любит? Никто это не любит. Как минимум поставьте лайк этому ролику, если он вам понравился. Репост это будет вообще шикарно. Я же продолжаю снимать новые сюжеты, собирать для вас новую жизненную интересную информацию. Если вдруг вы хотите принять участие в подобном сюжете, все контакты со мной в описании. Пишите, будем обсуждать, договариваться. Если это действительно интересно, почему бы и нет. У меня на этом сегодня все. Раз все, до новых встреч. Пока-пока. Хороших вам выходных.